Лекция Шрилы Бхактиведанты Нарайного с вами Махараджа прочитана 2 мая 1998 года во Франции. Разница между сомнением и вопрошением. Несмотря на то, что его тело не становилось больше и больше, тело Кришны, но веревки все равно не хватало, всегда не хватало на два пальца. Что это? Один палец. Это желание. Я свяжу Кришну, я буду его контролировать, я получу его даршан, я должна обрести милость Кришны. И мы совершаем практику, практику Бхакти. Но это очень редко, очень судурлаба, кто может связать Кришну. Мы не можем контролировать Кришну. Мы не можем его видеть, увидеть нашими усилиями в садане и бхаджане. Но и без этих усилий мы тоже ничего не можем достичь. Когда милость Кришны придет к нам, и смешается, и мы добавим наши усилия, тогда Кришна увидит, что преданный так старается для меня, он такие сильные, он такие усилия прилагает, чтобы достичь меня, и он так устал, тогда Кришна проявит к нам милость. И его милость, и наши усилия, если они одновременно, тогда мы обретем настоящее Бхакти, и он встанет под наш контроль. Кришна встанет под наш контроль. А иначе нет. Ишода, мама Ишода, она практиковала здесь. Она практиковала. Прилагала усилия. Но только когда милость Кришны пришла, Кришна увидел, о, она делает такие усилия, она так страдает ради меня, или преданная страдает так ради меня, как Рупа и Санатана. Санкия-пурва-канама-на-тибхи. Как Рупа и Санатана. Все время они плакали, плакали, даже не ели ничего. Какие-то... Сухой горох, горошек, турецкие они ели. Кришна, где ты? И когда Кришна увидит, где вы, что мы в полном безнадежном состоянии, и Кришна, Он прольет на нас милость. Однажды Криш... Однажды Санатана Гасвами совершал парикраму Говардхану. Он уже стал старый. И было очень жарко. Очень жарко. Очень жарко. Земля, она горела. А Санатана Гасвами, Он совершал парикраму босиком. Он не чувствовал ничего. Но в какой-то момент, в каком-то месте, Он потерял сознание от жары и от усталости. И тогда Кришна и Баларама, они сами пришли. И Баладев, Он сделал из Своей накидки тень, прикрыл Санатана Гасвами. И Кришна положил Свои мягкие и благоухающие ладони на голову Санатана Гасвами. И в это же время Санатана Гасвами посмотрел и увидел, о, прекрасные Кришна и Баларама пришли, чтобы помочь мне. И Санатана начал плакать. Кришна сказал, о, Санатана, я не хочу, чтобы ты в старом возрасте совершал парикраму в жаркие дни, каждый день, вокруг Гавардана. Я не хочу. Поэтому я тебе дам вот эту маленькую шилу с отпечатком моей стопы и отпечатком стопы теленка и с отметиной от моей флейты фанши. И ты совершай парикраму вот этой шиле, и ты получишь благо такое же, как люди получают, совершая Гавардан парикраму, всего Гавардана. Если мы так сильно погружены в Бхакти, что мы даже забываем поесть или поспать, вы все забываете, тогда вы можете оставить ради Кришны все. И тогда вы будете Ахива Кришна. Когда вы будете отречены от всех этих материальных желаний и будете делать все ради блага Кришны, тогда Кришна может прийти к вам. В противном случае никогда. Обе этих вещи должны быть. Наша практика, то, что Рупа Госвами. И другие Госвами, они показали нам, и милость Кришны при этом должна быть. Потому что только Саддана вам не поможет, и только одна милость Кришны тоже она не способна сделать. С вами ничего. Кришна всегда есть милость для нас. Вы упали сюда, в этот колодец, и кто-то вам туда веревочку опускает. Хватайся за веревочку, я тебя вытащу. Но вы не хватаетесь за веревку. Не хватаетесь. Тогда как вы вылезете? Поэтому вот эта веревка, это милость Кришны. А вот чтобы схватиться, это нужна наша практика быть. Обе этих вещи должны быть. Читани Махапрабу так рассказал. И то, и другое нужно. А не так, что мы практикуем, и Кришна обязан прийти к нам и дать свой даршин и премию. Не так. Там параллельно переводят, ой, последовательно переводят, но эти куски вырезают. Только два пальца. Два пальца не хватало ей. Она решила, я свяжу Кришну обязательно. Он выбрался из моего чрева. Почему я не могу его связать? Я должна его связать. Она потела, и лицо ее стало красноватым, раскраснелось. И все глупи вокруг хлопали в ладоши и смеялись. О, Ишода! И тогда Ишода начала молиться своему божеству Тхакурджи. О, Тхакурджи! Почему я не могу связать моего мальчика? Ты должна быть милостива ко мне, иначе мои садхи, они будут смеяться надо мной. Поэтому будь милостива ко мне. И она приняла прибежище у Шалаграма. И ее Шалаграм, ее божество, это частичное проявление Кришны. И Кришна, он пролил на нее милость. Крипа Шакти пришло. Крипа Шакти. Это верховная Шакти, или сила Кришны. Крипа Шакти, энергия милости. Как Вацалия, или что-то вроде этого. Если бы этого не было, там присутствует столько много богатства. Но если преданных не чувствует... Во Врадже все время богатство, оно... И величие Кришны, оно прикрыто, прикрыто. Гопи особенно, они... Все богатство, оно спрятано. И немедленно, Йога Майя ушла оттуда со своей роскошью. И Кришну удалось связать просто одной веревочкой, которая раньше Ишода связывала свои волосы. Кришна позволил Себя связать. Все величие Кришны ушло. Это милость. Ее так много в Кришне, что... Все величие ушло вместе с Йога Майей. Если вы пытаетесь действовать так же, как Йошода, и предлагаете себя лотосным стопом Кришны, Гуру Дева, прежде всего Гуру Дева, а потом лотосным стопом Кришны, тогда эта редкая баххи может прийти к вам, и вы сможете контролировать Кришну. В противном случае нет. Поэтому вы должны пытаться все время повторять и пометовать. В этом мире постоянно много проблем. Постоянно. С самого начала, с детства, у вас постоянно какие-то проблемы. Но вы не должны быть погружены только в то, чтобы избавиться от ваших проблем. Вы должны понять, каков корень, корень всех этих проблем. Корень в том, что вы забыли Кришну. Если вы решите эту одну единственную проблему, тогда все остальные проблемы также решатся. Если вы все время... Вы уже тысячи жизней заняты тем, чтобы решить свои проблемы, и в результате этого приходит только еще больше проблем. Это не процесс для решения, избавления от проблем. Я вот вас научу простому способу, как избавиться от проблем. Какова причина всех ваших проблем? Мы сами – причина всех наших проблем. Никто в этом не виноват. Вы не должны гневаться на кого-либо или завидовать на все ваши... по поводу ваших проблем. Мы создали эти проблемы. Никто другой не отвечает за эти наши проблемы. Только мы. Поэтому не гневайтесь ни на кого и не делайте ничего против них. и пытайтесь принять прибежище в лотосных стопах Шри Кришны. Все время пометуйте и повторяйте святое имя. И вы увидите, что очень быстро все ваши проблемы уйдут. Иначе эти проблемы никогда не уйдут, если вы просто меняете что-то материальное в вашей жизни. Все говорят мне, это моя проблема, у меня такая проблема, у меня вот такая проблема. Но я знаю. что корень всех этих проблем, на которых они растут, то, что мы забыли, забыли Кришну, и мы не повторяем и не пометуем и не предлагаем себя лотосным стопам Кришны, как Драупади, как Сатьябхама, как Рукмени, как Кунти, как Друки и Гопи. Поэтому мы должны пытаться следовать им. И тогда мы увидим, что все наши проблемы очень быстро уйдут. И Кришна, Он также будет под нашим контролем. Когда Кришна был покорен, и Ешода связала Его, Кришна, Он сам, сам опустился на тот уровень, что позволил маме Ешоде связать себя. Он сам, Он сам себя разрешил связать. Он сам себя связал. Сам себя связал. Он принял это связывание. Мы должны пытаться поэтому быть такими. Никогда не теряйте надежду, как Ешода никогда не терял надежду. Вы также не должны терять надежду. Никогда не сомневайтесь в могуществе Гуру Дева, в силе Кришны, в силе Шримати Радхики и в силе Бхакти. Только глупый человек совершает много оскорблений, которые совершают много оскорблений, в Бхакти у него будут сомнения. Вы должны быть очень осторожными, избегая общества, где сомнения присутствуют. Все шастры громко прославляют, говорят, говорят вот эту вещь. Не теряйте надежду. Один, два, три дня, год, пять, вы позанимались. Даже сотня или тысяча жизней, если вы потратите на то, чтобы обрести Бхакти, это очень быстро, поймите. Поэтому не теряйте надежду. Все время надейтесь. Пускай это вот Аша Банда Самудх Канта будет с вами. Вы должны понять, что вы должны верить в то, что именно в этой жизни вы осознаете, что такое Бхакти, и вы получите Даршин Кришны. Такое у вас стремление должно быть и надежда, что именно в этой жизни вы получите Даршин. Иначе проблемы придут. Мама Ишода связала Кришну очень просто, когда он ей позволил это сделать. Много вещей я мог бы объяснить, но у меня нету так много времени, поскольку завтра мы уедем. И Шрилу Городову поправляют днем, завтра будет класс в доме какого-то Прабху. Но Шрилу Городову говорит, наверное, туда все не пойдут. Шрилу Городову говорит, наверное, большинство все-таки пойдет туда. Вы там тоже останетесь на ночь, а на следующий день дадите Даршин, местные преданые придут Даршин получить ваш. Я хотел бы больше вам сказать... Давай, ты переводи, я потом еще скажу. Вырезай этот перевод, на какой-то язык переводят. Будь очень... А, на французский перевод. И Шода, связав Кришну, отправилась опять взбивать йогурт. Но она теперь не чувствовала счастья. Она все время помнила о том, как Кришна плачет. И поэтому она тоже страдала. Все время была погружена в свои чувства. Мальчики, они играли снаружи дома и ждали Кришну. Они увидели, что Яшода пошла взбивать йогурт. И они зашли в комнату, где был Кришна. И они стали смеяться над Кришной, подшучивать над Ним и над Его ситуацией. И Кришна тоже стал отвечать своим друзьям улыбкой и смехом. Но у Него на глазах были две линии от слез. Кришна был счастлив, играя с ними. Мальчики-пастушки смеялись и Он смеялся. Они отпускали много шуток и Он тоже. И они стали предлагать Кришна, давай мы попытаемся развязать эту веревку. И Кришна сказал да, конечно. Давайте. И сначала Мадхумангал пришел очень гордый. Он всех отодвинул и сказал я сейчас это сделаю. Очень просто. Очень. Все хотели сделать. Мы сделаем. но Мадхумангал всех отодвинул и попытался развязать веревку. Но не смог это сделать. Тогда Субал, Шри Дам и все остальные один за одним то же самое попытались. Но веревка вместо того, чтобы развязаться, она еще больше и больше завязывалась. Они пытались, пытались ее развязать, но не могли. Не каждый может развязать эту веревку. Как ее можно развязать? Даси, раса, не может развязать веревку, которую завязала Вацалья. Сакья тоже не может. Только Вацалья может развязать веревку Вацали. Нанда Баба может. Или Ишода сама. Не каждый. Или Шримати Радхика, если придет. Тогда она просто посмотрит на эту веревку, веревка сама развяжется. Радхике не нужно делать ничего, просто посмотреть, и веревка спадет с Кришной. Поэтому они не смогли развязать Кришну, поэтому они ему предложили, давай мы вылезем наружу вместе с этой ступой и будем играть. Кришна подумал. Он вспомнил кое-что. Он вспомнил, что долгое время назад Нарада он отправился на Кайлаш. И в то время Нарада увидел там сыновей у веры. Налакувару и Манегриву, которые играли там раздетые вместе с раздетыми девушками в озере и пили какой-то опьяняющий напиток. Они вели себя как деревья, у них не было никакого стеснения, и он проходил рядышком Нарада, проходил рядышком мимо этого. И эти две личности, они потеряли всякий стыд. Они хотели наслаждаться и играть, чтобы никто их не беспокоил. но все девушки, они стали стесняться присутствия Нарады. Они выбрались из воды, забрали свою одежду и начали, сложив руки, они начали предлагать молитвы и поклоны Нараде издалека, но эти две личности, они были полностью опьянены. Они никогда, они не обратили внимания на народу, и они стали ругать своих девчонок и говорить им, чего вы боитесь этого старого и святого человека, он как дерево, он не реагирует на нас, на раздетых. и они стали оскорблять этих девушек. Нараде это увидел и подумал, о, они друзья моего друга и друзья Шанкары, у меня очень хорошие отношения с Куверой, но эти сыновья, будучи сынами такого хорошего Бхагты, как Кувера, богатого, но они такие деградированные, я должен быть милостив к ним. И он сказал, я хочу сделать из вас замечательных предмах, не таких, как вы сейчас. Я хочу провести операцию, я заберу вас весь негатив, я должен вас прооперировать. Есть четыре вещи, которые очень мешают Бхакти, и если они у вас есть, вы не придете к Бхакти. какие это четыре вещи? Дутам, панам, истриям, шуна. И также и пятое золото. джанма. Джанма родиться в очень аристократической семье, или быть очень ученым, это второе препятствие, или быть очень красивым, мужчина или женщина, не важно, или очень богатым. Если кто-то очень богат, он не может обрести веру в Кришну. Они хотят контролировать сами весь мир. Они не могут идти в сторону Кришны. Те, кто очень ученые, они думают, мы господа всех, все должны прославлять меня. Почему они прославляют Господа, которого и нет на самом-то деле? Мы не верим в Господа. Те, кто пришли с богатой семьи, пускай пускай даже они очень черные и очень красивые, зубы торчат в разные стороны, все равно они могут набрать себе много красивеньких женщин, девушек, просто с помощью богатства. он может сделать слугами очень ученых людей. видим в Индии столько много богатых, богатых людей или бизнесменов, очень красивых женщин или много очень ученых людей из-за аристографических людей становятся слугами богатых, несмотря на то, что они очень некрасивые. если эти четыре вещи присутствуют, тогда очень трудно для вас попасть, встать на путь Бхакти. У них были все эти четыре вещи. Они были из аристократической семьи, были очень богатыми. Кувер он самый богатый во всем творении. И они были очень ученые, но пили и делали всякие глупости, забыв Кришну. И Кувера подумал, я заберу их в человеческую форму жизни и превращу их в деревья. Они будут все время стоять на улице и в жару и в холод. Кто-то будет отрезать им руки, будет недостаток в воде, и тогда они благодаря этим страданиям осознают что-то. И народа проклял их, будьте деревьями. И они начали плакать. О, мы сыновья твоего друга, Куверы, будь милостив к нам. Мы сейчас станем деревьями. Они почувствовали, что они становятся деревьями, что у них чувства уходят. Они бросились к народу просить пожалуйста будь милостив к нам. А он народ им сказал не пугайтесь, я пошлю вас во врач. Вы будете деревьями там. И в будущем Кришна придет и прольет на вас милость. Он коснется вас и вы будете освобождены. И вы будете спутниками Кришны. И Кришна вспомнил это. О, мой дорогой преданный народу, он пообещал моим преданным это. И я это должен исполнить. Поэтому я должен все устроить. И Кришна он это все сейчас вспомнил. Я должен выйти из дома, коснуться этих деревьев и освободить их. И Кришна он взял вместе со своими друзьями эту ступу, который был привязан. Все мальчики толкали ее. Они добрались до двери и вышли за пределы. И эти два дерева стояли прямо за дверью сыновья Налакувара и Манегрила. Столько много лет они уже здесь были, и они поняли, что мы сделали очень нехорошие вещи, что Нарада нас вынужден был проклясть. Деревья они стояли и там было достаточно места, чтобы Кришна прошел, но ступа застряла между двумя деревьями. Кришна сам не коснулся даже деревьев. Только веревка связанная со ступой была и ступа коснулась этих двух деревьев. И милость Кришна прошла через веревку, через ступу и дошла до этих двух деревьев. И эти два дерева они упали как срубленные. Все мальчики пастушки они упали тоже. И это был очень громкий шум, когда эти два деревья с треском упали. Весь врач сотряснулся, содрогнулся. Нанда Махарашин принимала омовение на Браманда Гати. Еще да, она взбивала, но она думала все время о Кришне, и она увидела. И все Браджаваси бросились на этот шум Кришне. Кришна до этого смеялся с мальчиками пастушками, хлопал в ладоши, но когда он увидел Нанду Бабу, он вспомнил, что мама Ишода, она привязала его, и он начал плакать. Плакать. И он начал плакать, и опять по его щекам потекли слезы. Нанда-Баба пришел и спросил, что случилось? Кто связал тебя? Кто связал тебя? Кришна плакал? Кришна плакал. Нанда-Баба взял Кришну на руки и развязал веревку очень просто. Кришна не мог сказать, он плакал. Нанда-Баба сказал, ну-ка, скажи мне на ушко, кто связал тебя? Кто связал тебя? Кришна посмотрел по сторонам, где его мама, рядом или нет, слышит она или нет. И он увидел, что мама, она очень далеко, и она оцепенела, как будто бы у нее нету жизни, даже не дышала от того, что она увидела Кришну между двумя этими деревьями, потому что, если бы деревья упали, на Кришну, что бы случилось, она стала как статуя. Нанда-Баба снова спросил, кто связал тебя? И Кришна, он тяжело дыша, сказал, мама связала меня, о, мама связала тебя. И он немножко стал даже разгневанным и очень строгим. У твоя мама такая жестокая, жестокосердечная, она вроде никогда так не делала, не поступала, ладно, я накажу ее. я накажу ее. и замахнулся рукой, и тогда Кришна схватил его руку. Кто развязал тебя, спросил Нанда-Баба. Ты? Кто развязал, кто дал тебе ладу? Ты, сказал Кришна. А кто связал тебя, сказал Нанда-Баба. И Кришна начал заплакать, это мама связала меня. И Нанда-Баба сказал, не ходи к маме, все время будь со мной. Да? Да, сказал Кришна. И Нанда-Баба взял Кришну и Баладеву себе на плечи и отправился на Браманда-Гад. Принял там омовение. Это был уже полдень. Не так долго было, да. Это было уже за полдень, и скоро должен был наступить вечер. Сегодня никто ничего не готовил. Мама Ишоды, она была как статуя, у нее не было чувств. Ириахиня Майя, она куда-то уходила, и теперь она вернулась, и она увидела, увидела, что-что случилось. И она хотела успокоить Ишоду и Нанда-Бабу. Она хотела урегулировать все. Вот никто не готовил в этот день ничего. Нанда-Баба пришел и взял Кришну и Баладеву в коровник, и он прям подаил корову в рот Кришны, и желудок Кришны он наполнился, и он дал ему сладости из сахара. И Кришна был счастлив. Вечером Кришна, Нанда-Баба сидел с Кришной и Баладевом, Рахини Майя жена Упананды и другие старшие женщины, такие как матери, они пришли к Нанда-Бабе и Кришне и взяли Баладеву с собой. Они сказали Баладеву, приведи Кришну и мы посадим Кришну на руки Ишоды, иначе мама Ишода может умереть. Баладев хотел потянуть за собой Кришну, схватил Кришну, но Кришна был таким сильным, что он толкнул Кришну до Баладева и Баладев отлетел на несколько шагов и Баладев сказал он сильнее чем я гораздо и тогда жена Упананды и Рахини Майя они также пришли и сказали Кришну мы хотим чтобы ты пошел с нами к маме Ишоде а Кришна сказал нет я не пойду а где ты будешь я буду сидеть на руках моего папы а кто тебя будет кормить папа будет кормить а с кем ты будешь спать я буду спать с моим папой а с кем ты будешь играть я буду играть с Даубай что ты не пойдешь к маме нет не пойду тогда Рахини Майя сказала а если Ишода мама умрет тогда что будет и тогда Кришна он это услышал вдруг моя мама умрет и он испугался начал плакать мама мама и побежал к маме и стал руки тянуть к маме и Нанда Баба стал плакать Баладев Прабу стал плакать все в Раджавасе вокруг которые это видели стали плакать и он и он Кришна отправился сначала на руки к Рахине Майи и Рахине мама взяла и отнесла Кришну отвела Кришну к маме Ишоде которая была как статуя и она посадила Кришну на руки Кришны и мама Ишода а почувствовав Кришну на руках она стала так громко плакать как корова по своему теленку через какое-то время она успокоилась и мама Рахине она по-быстренькому что-то приготовила что-то простенькое и Нанда Баба и его позвали он пришел взял Кришну и Баладеву себе на руки и начал сначала положил в рот Баладеву Прабу что-то там Баладев Прабу был справа Кришна слева и Нанда Баба стал кормить их то налево то направо и постепенно когда они были удовлетворены он что-то сам принял и он сознательно оставил остатки остатки пищи для Ишоды мама Ишода так громко плакала горько плакала сначала громко потом горько и мама Ишода сначала не хотела ничего есть ее просили но она не хотела и тогда Нанда Баба сказал Кришне Баладеву идите к маме и принесите притащите ее сюда приведите ее сюда и тогда Кришна он отправился и Баладев отправились к маме Ишоды и они потянули маму Ишоду за вуаль и она пошла за ними и тогда она снова и она уже сама покормила Кришну и Баладеву и тогда Нанда Баба он оставил их наедине и тогда мама Ишода она после того как сама покормила Кришну и Баладеву она что-то съела сама и благодаря вот этой игре вассалия раса ее она была обновлена Кришна он иногда специально создает проблемы чтобы усилить любовь Браджабаси это игры Кришны если кто-то пометует эту игру тогда Кришна придет к такому человеку со всей своей силой энергией в сердце и уберет все анардхи и према-бхакти очень просто придет к такому человеку мы должны кое-чему научиться у Ишоды что только наша практика еще не поможет нам нужна еще и милость Кришны и преданность любовь и милость бывают также двух видов Матхава Махарат говорит давайте вам надо перерыв сделать пять минут что значит милость Кришна скажет ты должен обрести прямо бахти в этом будет заключаться милость он сделает вас квалифицированными он даст вам вкус к повторению святого имени или вкус к служению как я вам дам пример завтра на вечернем классе будьте удовлетворены тем что вы уже услышали а иначе мой доктор уедет Агни Шарма который смотрит за мной ты теперь должен перевести все что я тут наговорил то что я еще не рассказал я расскажу на следующем моем классе как тебя зовут новые преданные Дивьягьян Дева Прастха очень сладостный Сакха Кришна Дева Прастха Прабху Вриндарани Кому я дал инициацию вчера мы поменяли имя Винодини мы ее назвали Винодини очень хорошее имя Винодини что значит Винодини Кришна все время она все время служит Кришне и Радхике Кришне все время она служит Кришне очень сладостным которая все время служит Кришне и Радхе очень сладостные Сакхи и Радхике Винодини спой Джайджа Радха Рамана еще одно объявление в Винодини анонсмент в В Индии they have prepared invitations for everyone to cross the channel and come to Wales that is a beautiful festival next week 8 o'clock morning and at 10 o'clock there will be a big peace Всех приглашили на пир и Шудха Двейти Махарас спрашивает, так у нас каждый день тот пир, но Враджанат говорит, но тот пир он в 10 часов будет, а здесь у нас какое-то другое время. Ученик какого-то Махараджа, наверное, Раскон, в Маипуре, я его знаю, говорит Шри Лавардафон, очень хороший мой друг, он был в Новодвипе вместе со мной, в Бамбее, мы также виделись. Он все время очень хорошо с почтением относится ко мне, я также отношусь к нему с почтением, он очень хороший, предный, какой предный, я не слышал имя, хороший Байшнаф у меня, я с глубоким почтением отношусь к нему. Если кто-то общается со мной, непременно должен иметь так же, выражать почтение своему Богу, я хочу помочь всем. Так Шри Лавардаф сказал. Что он хочет? Он хочет сказать, что вы должны были приехать туда, туда. Я непременно приеду туда, сказал Шри Лавардаф. Я хочу помочь всем. Завтра. Он хочет, туморо. Я не шутил, у нас Шри Лавардаф. Я его спросил, можем ли мы пригласить Шри Лавардаф на Рейна Махараджа в его место. Я его попросил, он сказал, да. Он, естественно, ответил, да. Но когда он был в Америке, он хотел пригласить вас куда-то. Но как только он это сказал, люди стали, это и в Исконе было, люди стали звонить в GBC и спрашивать, поскольку они боялись, они хотели подтверждения из Искона. И в это время, когда он приехал сюда, он сказал, я очень хороший друг Махараджа, то есть вас, Шри Лавардаф, Махараджа. Я хотел пригласить его в мое место, и хотел предложить ему свое служение. Но я посмотрел, что Искон не готов это сделать. Поэтому они хотели вас пригласить туда, чтобы этот фестиваль, который здесь сегодня происходит, был там. Но он извинился и сказал, что не может, не может. И он хочет извиниться, потому что у него столько почтения к вам. Он хотел сказать... Он просил, просил их, он просил, чтобы они позволили вам прийти туда. И прославлял вас. И он сказал, что он так страдает из-за того, что вы не приехали туда. Я хочу сказать туда. Этот Махарадж сказал, что мы пригласили Нарайана Махараджа туда. Шри Лавардаф говорит, я хочу вам подружески сказать, что... Я не настроен ни против кого. Особенности я почитаю и дружу со всеми преданными Искон. Я не настроен против... Неважно, благоприятно они ко мне относятся или неблагоприятно. В сердце у меня такое отношение к ним. Если у тебя не было возможности пригласить меня, но я знаю твое сердце, что ты чувствуешь, я так счастлив, я доволен. Я не хочу создать для тебя никаких проблем. Не только для тебя, для всех. Ни для кого не хочу создать никаких проблем. Столько много людей хотело встретиться со мной и пообщаться со мной. Но их остановили, остановили. Ничего страшного. Однажды они поймут, что Нарайна Махарадж, он наш лучший друг. А, Батхан Бандх. Он защищает, поддерживает Искон. А иначе, без этой помощи, больше преданных оставят Искон, оставив все и уйдут домой. Но теперь, благодаря общению со мной, они опять вернутся к своему служению Шриле Свами Махараджа. Я все время отношусь к ним очень хорошо, я все время поддерживаю их. Даже те, кто против меня, я не хочу, чтобы у них были какие-то проблемы. Моя единственная проблема, как помочь вам и себе встретиться с Кришной. Больше ничего. Если кто-то меня пригласит туда, я непременно поеду туда. Я не вижу никаких проблем. Я не забочусь, меня не беспокоят никакие проблемы. Вторая лекция Шрилы Гурадева. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Есть огромная разница Дима Тадвитхи Дима Тадвитхи Дима Тадвитхи Дима Тадвитхи Дима Тадвитхи Субтитры создавал DimaTorzok молился этому кришне чтобы следовать а то что он не понимал то что он не понимал он задавал снова и снова до того до до 18 главы он задавал вопросы снова и снова кришне но не без сомнений и мы должны также вести себя не должно быть сомнений сомнения должны уйти до того как вы примете инициацию вы можете сомневаться вы можете проверять до этого до того как вы примете инициацию от гуру дэва не сомневайтесь в кришне почему он украл всю одежду гопи почему почему он хотел их увидеть раздетыми почему кришна будучи верховной личностью бога он набрал себе столько гопи жжен других гопов и танцевал раса танец с ними все это очень плохо это сомнения арджуна никогда не спрашивал об этом кришну у него не было сомнений в кришне что кришна верховная личность бога и он над всеми этими над всем этим знанием и сомнениями и мы должны быть такими же сам мы должны видеть разницу между двумя этими вещами вещами парипрашный и сомнения и когда вы знаете это тогда вы можете стать как матхи амадхикари и тогда у вас не будет сомнений матхи амадхикари нету сомнений мы должны общаться с личностями которые матхи амадхикари у которых нет сомнения они у них есть парипрашный они вернее они делают парипрашный и они общаются со своими старшими у нас тоже должна быть парипрашным но мы не очень удачливы я сейчас не отвечаю на вопрос а я я сейчас не получил ответ на вопрос но я знаю что мой гурдев присутствует все преданные которые совершены в кришна преме они также присутствуют они никогда не умирают если вы молитесь молитесь иногда и молюсь и я вижу что они отвечают на мои вопросы и вы должны быть такими же те кто думают что шрила бхакти-сидданта сарасвати тхакур никогда не принял саньясу от своего гуру-дева а принял саньясу сам по себе он такие люди не знают что гуру никогда не умирают что гауру кишорда с бабаджи махарадж он он умер нет он был он присутствовал там он принял саньясу от него нет в этом сомнения если какая-то обусловленная душа даже не умирает она просто меняет это тело то как может личность у которой огромные реализации она не знаю и она знает что и личность которая очень дорого шримати радхики которую зовут на я на манджари это про бхакти-сидданту сарасвати тхакура говорится он необычная личность мы не должны иметь сомнений по этому поводу как вчера мы рассказывали народа риши он встретил кува на лакувару и манигриву которые играли в озере со множеством есть дейвушик дейвушик он добрый добрый еще но Десятая, десятая, шлока девятая, десятая и так далее. Что-то там будут читать. Что здесь говорится? Прочитай значение Свами Джи, которое указывает. Нарадаму не сказал. Среди всех привлекательных материальных наслаждений, четыре самых главных рождения в богатой аристократической семье, знания и красота. И такие люди, они могут под этим влиянием быть вовлечены в наслаждение женщинами, вином и так далее, в азартные игры. Там комментарии есть, прочитай комментарии. Это поможет нам понять. Среди трех качеств материальной природы – невежества, страсти и благости. Продолжение следует... В невежестве человек занимает себя только вином, женщинами и играми азартными, и пытаясь наслаждаться только этими тремя вещами. Из-за избытка богатства. Те, кто убивают животных, птиц и других, они проявляют жестокость. Они думают, что вот мое это тело, оно вечно. Я никогда не умру, никогда никакие проблемы не придут ко мне. Они думают... Нарадариша, он спросил их... Это тело, кому оно принадлежит? Тем, кто поддерживает его папе или маме, или тот, кто поддерживает... А, или тому, кто кормит меня, или царю, который правит в этой стране. Это тело принадлежит моему отцу или матери... Или тем, кто... Или кто... Или тому, кто победил это тело, как Наполеон Бонапарт забоевал какую-то страну. А, или... 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 Или тому, кто купил вас на рынке, как раба. Или... 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 Это... Это... Закапывают землю или сжигают. Это... Тело принадлежит огню или земле. Или много собак, если никто не сожгет и не закопает много собак, и... Коршунов прилетит, и шакалов прибежит. И... И... И они будут сражаться за это тело, и будут говорить, я съем его, нет, я съем его. Им это тело принадлежит, или кому? Кто господин этого тела? Прочитай это снова. Человек может спрашивать, кому принадлежит это тело? Отцу, матери, или брату, или... Или человеку, который захватывает его силой, или тот, кто купил его, или тот, кто сжигает его в огне в момент смерти. Или собакам, которые едят его после смерти. У кого есть права на это тело? Быстро он говорит, трудно переводить, и плохо слышно. Шуда давите, Махарадж. Все люди, они пытаются использовать для этого это тело. Это тело не для того вам дано, чтобы вы отравляли себя разными интоксикациями, или еще что-то делали. В теле есть душа, и эта душа, она вечная служанка Кришны. И люди, они этого не понимают. Сыновья Куверы, Лакувары и Манегрива, они этого не понимали. Им нужно лекарство. Им нужно какое-то лекарство, чтобы они это поняли. Если кто-то на них даже разгневался... А, если человек бедный, он естественным образом развивает терпение. Потому что если он разгневается на кого-то, ему любой может дать подзатыльник. Поэтому благодаря бедности приходит терпение. И Нарда сказал, я сделаю их бедными, чтобы они развивали терпение и смирение. Если кто-то не знает, если вы ударите его, уколите его чем-то острым, ножом или чем-то еще, уколите, то он почувствует это. Но эти две личности, которые убивают животных, если кто-то порежет их, и если кто-то начнет пилить им что-то или отрезать, тогда они почувствуют эту боль. А иначе они никогда не поймут. Поэтому я помещу этих двух личностей, сыновик уверен, на Лакувару и Манигрю, в такие условия, в деревья, в тела деревьев, чтобы они чувствовали всю эту боль. Они будут стоять тысячи лет. Кто-то может обрезать их ветки, и тогда они будут страдать. Но в то время они не смогут ответить им на это. На этом уровне они не могут никому ответить. Тогда у них не будет силы отвечать чем-то другим. Поэтому... Прочитаю изначально. Плохо слышно. И быстро он говорит, быстро читает. Если гуру ругает вас, и гуру, он возвышенный вайшнав, и он самоосознавший, тогда вы должны понять, что это как лекарство для вас. И не должны думать, что гуру против вас, как сейчас в это время кто-то думает, «О, мой гуру сейчас против меня». Вы никогда не должны думать, что гуру против вас. Он дает вам лекарства. Поэтому огонь, гнев, или проклятие и благословление – это все одно и то же от гуру. Нету разницы. Он собирается их проклясть, но что он думает? Он думает, как мне сделать их удачу, как дать им удачу, чтобы они подчувствовали это. Гуру, он думает так всегда. Вы знаете пример, историю Читани Махапрабу и Чото Харидаса? Читани Махапрабу сказал Чото Харидасу, «Не приходи ко мне! Не хочу никогда не видеть твое лицо! Не хочу видеть твое лицо! Никогда!» И он всем приказал не пускать его. И в конце концов он отправился в Тревени, где Ганга Емуна встречается, и он расстался со своим телом. Читани Махапрабу был доволен. Он знал, что он не умер, но он был доволен тем, что его душа, она очистится. Чото Харидас не сделал, в общем-то, никакого оскорбления, но просто показать пример со своим спутником, он показал эту историю. Поэтому мы должны быть очень осторожны. «Тамо Мадам Харишами Истрайны Йор Аджитатмана». «Нэнтэ нишлоп». Поэтому, видя этих двух личностей, опьяненных ликером или Вайруни, или Мадхви, ослепленных своим богатством и привязанным к женщинам, и погруженным в ложный престиж. Народ захотел их изменить. Мы сейчас, как… Мы, конечно, хатхикари, даже если мы приняли инициацию, но эта инициация, она еще не достигла высокого уровня в виде дури. Мы должны следовать всем этим вещам, которые здесь описывают. Если вы, будучи преданным, вы культивируете свое вожделение, а не любовь и преданность к Кришне, не любите… не культивируете любовь к своему Городеву, а развиваете привязанность к интоксикации и другим вещам, это нехорошо. Мы должны пытаться измениться, слушая вот эти вот лилы. Эта харикадхана очень могущественная для всех уровней садаков, для преданных, для всех. Мы должны пытаться осознать эти вещи, слушать и следовать очень строго. Я прокляну их, что в них не не было. Я не хочу, как Вы не сможете, а не сможете, не снять, но не снять, в жизни садаков, не снять, а не снять, не снять, а не снять. Я прокляну их, чтобы они были как деревья Но будучи деревьями, они осознают все страдания Деревья, они не осознают, кто режет их, но они чувствуют боль Но они осознают, что благодаря проклятию народа мы стали деревьями Мы сделали столько много оскорблений, они осознают это Деревья не могут осознать Даже мы не можем осознать, какие оскорбления мы сделали в прошлом Но мы непременно сделали их Почему? Потому что мы повторяем Святое Имя Сердце не тает, слезы не льются из глаз И столько много сомнений в нас Поэтому мы очень много оскорблений и ошибок сделали Но по милости народы, они осознают, они поймут, в чем проблема И после этого Кришна коснется их И Кришна этим отправит их на Галоку-Вриндавану Что случилось дальше? Когда Кришна коснулся их Не своим даже телом, трансцендентом А через вировку и ступу пришла энергия Ступа только коснулась Ямала и Арджуна Эти деревья И немедленно к ним пришла энергия Так что они грохнулись Со страшным звуком И оба вышли из этих деревьев В очень хорошей, красивой форме Как полубоги Как полубоги И начали возносить молитвы к Кришне Сделали парикраму Кришне четыре раза И распростерлись на земле В Дандават Пранами Потом встали и ушли И стали молиться Кришне О чем они молились? Лекция на этом Субтитры создавал DimaTorzok